2016 год принес много побед нашим спортсменам. На Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро одесситы показали отличные результаты в таких видах спорта, как гребля на канои, прыжки в длину и высоту, фехтование на саблях, легкая атлетика, пулевая стрельба, а также академическая гребля. Одесские спортсмены Руслан Катышев, Роман Полянский и Ольга Ковальчук, которые участвовали в Паралимпийских играх в Бразилии, награждены государственными наградами. Наши спортсмены пополнили общую копилку сборной Украины золотой, серебряной и бронзовой медалями. А нашими олимпийскими чемпионами стали Елена Кровацкая в фехтовании на саблях и Юрий Чебан в гребле на канои. Победа Юрия Чебана стала гордостью для каждого украинца и, конечно же, Одессита. Для нашего спортсмена она не первая. В 2012 году на летних олимпийских играх в Лондоне он также завоевал золотую медаль. Останавливаться на достигнутом чемпион не собирается. Коллекцию золотых медалей планируют пополнять и дальше. Очень много интриг плелось вокруг меня до олимпиады. Нелегкое было попадание на олимпиаду и, скажем так, и финал тоже было нелегкое попадание. Но все эти трудности только закаляют и я рад, что их прошел с достоинством. Женская команда Украины по фехтованию на саблях завоевала серебро для нашей страны на олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. За победу боролась и наша одесситка, спортсменка Елена Кровацкая. Также олимпиады 2016 в Рио принесла одесской теннисистке Элине Светолиной всемирную славу. Все благодаря победе в поединке с первой ракеткой мира Сиреной Уильямс. Наши спортсмены – гордость не только для Одессы, но и для всей Украины. Еще больших побед и достижений в 2017 году им желают Яна Нестеренко и весь Седьмой канал.